Здравия желаю всем, люди дорогие! Сегодня я ехал на велосипеде, и меня просто пронзило свежее откровение, которое непосредственно связано с моими реинкарнациями и перерождением. Для нас уже не секрет, что сегодня мы живем в абсолютно перевернутом мире, где очень многие понятия, слова и образы восприятия мира были перевернуты в зеркальном отображении. В общем, все перевернулось, как говорится, с ног на голову. Начну я со следующего. В крайних видео я показывал вам происхождение слов. Эти происхождения возникают у меня в моем сознании сами, как воспоминания. Поэтому я это связываю со своими реинкарнациями. К примеру, в одном из видео я показал вам, откуда происходит слово «дети». Смотрим. Всем нам привычное слово «дети». «Дети». Мы уже привыкли к этому слову. Оно произошло от такого понятия и выражения, как «где ты». На Украине до сих пор слово «дети» произносится, как «диты». Наши славянские языки и общие корни в нашей речи, они практически идентичны и похожи. Поэтому в древности, когда образовалось слово «дети», оно произошло от того, что дети, они могли убегать. И когда ребенка ищут, то в краткой форме говорят «деты», «деты». Не «где ты», а «деты». Вы знаете, некоторые люди для удобности некоторым словам придают другое звучание. Отсюда и произошло слово «дети» от слова «где ты» или «деты», то есть «где ты». Также в старину мы знаем, что на Руси наших детей звали «чадо» от слова «чудо». Очень интересно. Также такое понятие, как ребенок. Всем нам очень известно. Ребенок. То же самое в моем подсознании раскрылось происхождение такого значения. Мы знаем, что в уменьшительно-ласкательном слове детей часто называют или именуют по специальности их родителей. Ну, к примеру, если папа летчик, то и про ребенка будут говорить. Ну, к примеру, там, еще один летчик, да, там, ну, в таком духе. У иудеев в иудейской культуре учителя называются «ребе». «Ребе». Соответственно, в уменьшительно-ласкательном у «ребе» рождается маленький ребенок, а дети «ребе» — это ребята. То есть ни в одной энциклопедии вы это не прочитаете. Это я все выношу из своих предыдущих жизней. Также всем нам знакомое слово «мошенник». «Мошенник». Откуда это слово произошло? «Мошенник» или «мошенники». На основании своей второй памяти и своих реинкарнаций был один человек, который вел преступный образ жизни. Это был своего рода, ну, говоря современным языком, вор в законе, у которого была своя группировка. Соответственно, у «моше» были последователи его банды, и их всех называли «мошенники». Вот отсюда произошло слово «мошенник» и «мошенники». Дальше. Мы исповедуем Бога, который есть свет. Бог есть свет. Неоднократно мне в комментариях и тем, кто меня слушает, называют бесами. Или говорят мне, «Девятьяров, твой Бог — это бес». Все они это выворачивают в такой унизительной форме. Что я скажу вам сейчас, это гениально. Бог есть свет, правда? Ну да. Бог есть свет — это древняя аббревиатура в кратко сжатой форме. Б. Есть. Свет. В кратко сжатой аббревиатуре это бес. Мы живем в абсолютно перевернутом мире, где зло называют добро, добро называют злом и наоборот. А зачастую добро и зло смешанное вместе. Поэтому Бог есть свет. В древности под словом бес подразумевалось не то, что подразумевают сегодня. Бес — это краткая форма сжатого произношения «Бог есть свет». Поэтому мы, Боги, есть сие светлые. Но не в негативном смысле этого понятия, как нам вбили в голову все в зеркальном отображении, а в самом, что ни на есть, позитивном. Вы понимаете, где мы живем? Также я разбирал еще многочисленные слова, такие как «дурак» или «дура». «Ду» всегда означает дуальность и двойственность. «Ра» всегда означает свет. Отсюда наши древнеславянские слова. «Ра» — свет. «Ра» — дуга. «Ра» — дуга. «Ра» означает свет. Или в обратном порядке «Ра» будет «Ар» или «Арий». «Ар» или «Арий» — это земля. «Ар» — это земля. «Арий» — это землянин. Отсюда проистекают и нам всем известные слова. «Аршин» — «Арий», то есть землянин. Или «Аратай». «Аратаи» — это пахари. Те, кто пашут на поле. В общем, мы живем в очень интересном мире. И при соединении с небесным светом очень многие вещи показываются. Конечно, сложно в нашем мире перестроиться на такое понятие, как кратко сжатая аббревиатура слово «бес». «Боги есть и светлые», да? Или «Бог есть свет». Конечно же, сложно перестроиться в этом мире, в котором мы сейчас живем, в матрице этого мира. Конечно же, под словом «бес» подразумевается грязный, нечестивый человек. Хотя, в принципе, вот меня обзывают бесом в комментариях, да? И они говорят, что мой бог — это тоже бес. Они меня обзывают, очерняют, создают на меня видео, говорят, что я такой гадкий мерзавец. Но это в их глазах я гадкий и мерзавец. Почему? Ну, потому что я не такой, как они. Они говорят, что я бес. Но по факту я не бес в том смысле, как они думают. Но я есть Бог, есть и светлый. Да и в законе вашем написано «Вы боги». Правда? Меня также обзывали еретиком. И в христианстве это слово имеет абсолютно негативный характер. Но по факту это очень замечательное слово. Еретик. Ерь по древней славянской буквице означает, в твердом или в мягком произношении, означает как начало сотворения чего-либо, или начало процесса. А тика — это движение. Отсюда галактика, галу — это световое кольцо, тика — движение и так далее. То есть еретик — это начало процесса, это процесс движения, процесс творения чего-либо. Поэтому истинные ведающие Сыны Божьи, те, кто ведают Свет, они есть истинные, настоящие или правые еретики. Ну вот, как-то так. Поэтому еретик — это замечательное светлое слово. Все остальные слова мы разобрали. Ну и подошли к финалу. Бес. Так что приветствую вас, боги Еси, Светлые. Продолжение следует... Продолжение следует...